Праздник Преображения Господня После молитвы Един Свят, Един Господь поется так называемый причастный стих. Это небольшой стих из псалтири, из какого-либо псалма или из другого текста, бывает из евангельского текста, соответствующий дню или празднику. Вот причастный стих праздника Преображения Господня. Господи, во свете лица Твоего пойте и о имени Твоем возрадуемся вовеки. Знаменный распев. Господи, во свете лица Твоего Пойдем и о имени Твоем Вот радуемся вовеки. Пойдем и о имени Твоего После пения причастного стиха священник, а если есть сослужащий диакон, то диакон выносит чашу со святыми дарами и произносит слова. Со страхом Божиим и верою приступите. Есть в старых служебниках еще редакция этого текста такая. Со страхом Божиим верою и любовью приступите. Мне думается это полное, отражающее наши чувства, наше отношение к таинству формулировка. Хор отвечает тоже псаломским стихом, который поется в течение всего года, в этот момент, кроме праздника Пасхи, Пасхарной Седмицы. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь и явися нам. Эта фраза, как часто, исполняется скороговоркой и как бы не остается в памяти присутствующей. Но были композиторы, которые все мелкие яснопения, состоящие из нескольких слов или из одной музыкальной или литературной фразы, полагали на ноты. И придавали такой более торжественный, можно сказать, более яркий этому моменту вид. Прозвучит из литургии Чайковского эта фраза. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь и явися нам. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Храни нас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции. То есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры Чайка, ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, воздвижения Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября. Это театр «Золотое кольцо», там где было выступление у нас в мае, тоже в преддверии Рождественского поста. Песнопение из литургии святого Иоанна Золотоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые мы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу. Субтитры подогнал «Симон»